Начала рисовать еще в детстве. Да и странно, если бы это было не так. Елизавета выросла в семье профессиональных художников. В атмосфере палитры, красок она твердо решила, ее будущая специальность будет связана с искусством. Закончив Красносельское училище художественной обработки металлов в Центре народных промыслов под Костромой, Елизавета Латышева стала создавать картины на холстах из меди. Мы там изучали чеканку, расписывали финифть, перегородчатая эмаль, скань. И вот на основе всех этих традиций я решила попробовать сделать эмалевое панно. Техника эмали редкая в наши дни. Некогда она была традиционной, служила прежде всего для декоративно-прикладного искусства. Начиналась, конечно, эта техника в обрамлении икон. А уже когда современные художники начали ее трансформировать, я подумала, что в панно, украшая интерьер, будет оригинально попробовать эту технику вот в такой форме. Художникам альер – так называют тех, кто работает с эмалью. За основу Елизавета берет натюрморт – любимый жанр художницы. Мне вдохновляют работы примитивистов, вдохновляют работы Матисса, вдохновляют работы Пикассо. И даже меня вдохновляет декоративное наше народное искусство, которое удивительно яркое, сочное, жизнерадостное. Мне хотелось тоже это передать в моих работах. Многие помнят капли росы, пойманные летней паутинкой. Как объясняет Елизавета, у перегорочатой эмали схожий принцип. Просветы нужно выкладывать медной проволокой. Далее рисунок заполняют мокрой, молотой эмалевой массой. Изделия осторожно просушивают и немедленно обжигают в муфельной печи многократно. Эмаль сплавляется и образует как бы стекло, вправленное в просветы металлического кружева. Можно вот этот вот элемент фона, горелости таких вот, как говорится, потеков. Они тоже дают фактуру. Она такую живость дает. Мы уже второй год реализуем проект «Добрых рук мастерства». Ну в чем он заключается? Среди наших читателей очень много творческих людей, которые занимаются разными видами творчества. Вышивают, рисуют, лепят. И вот мы предоставляем для них такую площадку выставочную. В Китае есть пословица. Время, проведенное на рыбалке, не засчитывается. А я хочу сказать так, что время, проведенное за творческим процессом, тоже останавливается. Весь многогранный талант, уровень художественного мастерства и красоту эмалевых картин вы можете увидеть и оценить до середины апреля. Наталья Буслаева и Адами Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.